Одесса. 3 февраля 2023 года. Ночь со 2 на 3 февраля в Одессе прошла спокойно напряженно. Сигнала воздушной тревоги, канонады работы ПВО и ракетных обстрелов в Одессе и области не было. Начнем с хороших новостей для одесситов и жителей Одесской области. Глава военной администрации Одесской области Марченко сегодня заявил, что энергетики со следующей недели свет будут включать строго по графикам и они уже работают над составлением этих графиков, которые они анонсируют в ближайшее время. К большому сожалению соседняя страна может сделать так, что будут внесены изменения в эти графики. Сегодня, 3 февраля в Одессе общественный электротранспорт будет работать в полном объеме. Как заявил сегодня министр обороны Украины Резников, Украина не будет наносить удары по территории Российской Федерации дальнобойными ракетами. Неплохо было бы и России сделать то же самое. Многие одесситы помнят, что примерно неделю тому назад, во время воздушной тревоги, какой-то пьяный одессит на пшелке Котовского устроил фейерверк. Теперь этому пиротехнику грозит срок до 5 лет. В Одесской области будут судить 52-летнего мужчину за то, что он не пришел в военкомат после получения повестки. Ему грозит срок от 3 до 5 лет. В Одесской таможне нашли примерно 250 контейнеров, которые были скрыты от растаможки. Напоминаю, что вчера все руководство украинской таможни было освобождено от занимаемых должностей. В районе Углидара взяты в плен военнослужащие 155-й бригады морской пехоты Российской Федерации. Военнослужащие именно этой бригады виноваты в преступлениях, совершенные в Бучи и Ирпине. Как заявил министр иностранных дел России Лавров, после победы над Украиной, следующие на очереди Молдова, Киргизия и Казахстан. Российские оккупанты отключили в Луганской области мобильный интернет, потому что местные жители активно сдают позиции российских войск. Секретарь Совета национальной безопасности Данилов прокомментировал обыски и аресты руководителей отдельных отраслей и ведомств. Итак, прямая речь. Все недавние подозрения, увольнения и обыски – это только начало. Мы находимся в начале большого пути очищения нашей страны от людей, которые забыли, что такое честь, государство и страна и занимались безобразием, в частности, во время войны. Примите слова самой искренней благодарности за вашу поддержку в адрес моего замечательного города и моей любимой родины. Моим дорогим соотечественникам и землякам я желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите друг друга, всего самого наилучшего, самого доброго и даст Бог. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok